Динамо Алтай Одинаковая толщина льда. Первое, главное правило ледовара. Он следит за тем, чтобы не срезать лишний лед и не вылить слишком много воды. За одну заливку, кстати, уходит 500 литров. Расскажите, две педали, руль, много рычажков. Какой рычажок, за что отвечает и как вообще машина функционирует? Машина надежная, довольно-таки мощная машина. Две педали имеются, газ и тормоз, ну как на обычном автомобиле. Пока все хорошо. Коробка, автомат. Здесь дальше пошли рычаги. Ну про руль не буду говорить. Функция та же. Функция та же, что и на других машинах. Здесь управление скоростью. Вперед-назад, вот этот рычаг. То есть вход вперед и вход назад машины. Вот здесь обороты двигателя. А еще есть рычаг, который включает щетку, подачу воды и шнек. Он отвечает за сбор снега на льду, который срезают специальные ножи. За один раз собирается порядка двух кубов. Работа ответственная и важная. Для каждого хоккеиста лед главных составляющих, наверное, хоккей. Как наша земля, можно сказать, по ней катаемся. И, естественно, перед каждой тренировкой, игрой проверяем коньки, чтобы они были наточены хорошо, без всяких заусенцев. Естественно, на лед выходим. Если лед хорошо подготовлен, то на нем приятнее работать, играть. Так что одно из самых важных составляющих хоккей. Так что знайте, что в победах команды есть заслуга и ледовара. А поболеть за барнаульских хоккеистов можно будет уже 18 января. Динамал Тайс играет против Горняка УКМК. Начало встречи в 19.00. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.